Голубь наш всё ещё сидит на газовой трубе, ночует. Думаю, может быть, стоит вообще купить хлебопечку? Ну, такой вот обычный, купим всё. У нас в посёлке людей вообще нет. Вот выходной день, так посмотрите, сколько и людей, и машин. А, вот вижу. Всем доброе утро. Сегодня я встала гораздо раньше. А всё почему? Потому что папы уезжают на работу, все рано в доме проснулись, и я решила, собственно, долго не спать. Вот сейчас папа обметает машину. Видите, сколько снега? За ночь-то намело. Вообще! Вот это зима снежная. Голубь наш всё ещё сидит на газовой трубе, ночует. Для тех, кто не в курсе, почему у нас здесь голубь ночует, и что вообще произошло, я вам расскажу. Вчера вечером мы заметили, что к нам прилетел голубь. Сидит и сидит, сидит и сидит. А мы как раз заделываем в доме расстояние между, получается, навесом и самим зданием. Обкладываем кирпичами. И там есть расстояние, и мы подумали, ну мало ли там птицы, может быть, там гнездо голубинное. А она сидит в этом месте и сидит. А там дыра была. То есть, по идее, туда могли птицы залетать. Папа решил снять голубку с газовой трубы. Ну, собственно, когда мы её сняли, мы обнаружили, что у неё на обоих лапах есть кольца. И там написано имя, фамилия хозяина, номер телефона, ещё и номер. Вот. Мы вчера вечером пытались дозвониться, и ничего, к сожалению, не получилось. Сегодня будем продолжать это делать. Да вообще, да? А мы-то думали, что растает он утром. Ну, мало ли, думали, что дождь пойдёт, но нет. Всё держится, белым-бело. Надо сегодня машину поставить под навес. Ну, конечно. Ну, потому что ты вчера делал, поэтому мы убирали уже. Ну, конечно, давай. Вот, да, ты до тыла всё у нас. Не вытесчай. А потому что там... Вообще, всё замело. А тут снега много, они открываются, поэтому... Вот это да. Вот это да. Даже двери не открыли. Вот так. Утро раннее, тишина, спокойствие. Но у нас здесь, в принципе, всегда тихо, спокойно. Но такое количество снега... Мы, конечно, ещё выйдем порадоваться и взлечусь одни на дроне. Такое опустить невозможно. Вот это уже... Вот это уже уровень снега. Вот это уже... Хорошо. Не открывается? Ну, так вон, сколько намело, посмотри. Нет, застыло всё. А, застыло? А-а-а, вот оно что. Ну, вот, открылось хоть. Не сюда. А видишь, ну что был дождик вчера из-за этого. Да, сейчас нам лопату снег убирать. Да-да-да, надо будет. Ну, ветра нет, прям... Хорошо, что ветра нет. Голубка сидит такая. Пусть при папе на работу уехал. Решили насыпать крупу голову. Так. Не поняла, а где голубь? Гуля-гуля, ты где? Улетела, что ли? Вот тебе и закончилась история, что ли. Всё, что ли? Давайте оставим всё равно, я не знаю, здесь, что ли, положить. Ну, мало ли она вернётся. А нету её. Решила сегодня с самого утра взлететь, потому что, ну, смотрите, какая сказка. Ну, как такое опять не запечатлеть? Зима бывает несколько дней в году у нас, и такое нужно и сверху запечатлеть. Ох, наш огород какой красивый! Вообще красота! Ну, сегодня, конечно, что хорошо, дети все будут на улицах, на улице кататься, играться, ну, радоваться будут. Решила пролететь по нашей улице, посмотреть на заснеженные дома. У всех домов крыши все в снегу. Улицы в снегу, огороды в снегу, пока просвет только со стороны моря. Ну, может быть, сегодня и появится солнце, но, судя по тому, сколько там света идёт, небо, голубизны, мне кажется, сегодня у нас дойдёт солнечная погода до нас. Сейчас заснимем такой ещё, пока немножко сонный посёлок. Всегда почему-то нравится, когда такая погода, да, сразу выйти хочется, пока ещё дорожки, как говорится, никто не ходил, никто не ездил. Посмотреть, походить, подышать воздухом таким. Ой, здорово, конечно. Да, если это будет постоянно, это бы надоело. А вот именно когда вот в таком виде у нас ещё не было столько снега-то ведь. Ну да, пока не было. У нас было только чуть-чуть. Сейчас бы, знаешь, почему-то мне бы хотелось сейчас бы на лыжах покататься. А, кстати, знаешь, я в посёлке видела женщину, она на лыжах каталась у нас. Видимо, лыжи с собой привезла. Может быть. Так здесь у всех местных есть и санки, и ледянки, и самокаты. Ну, казалось бы, да, всего несколько дней в году бывает зима, но нет. Ну, потому что все радуются сразу. Особенно вот такая, как сегодня погода. Это же просто вот сегодня нужно находиться обязательно на улице, радоваться, что выпал снег. Папа вчера звал нас вечером, поздно, снеговика слепить. Но мы не пошли, потому что уже надо было на работу, ему рано вставать. Пойдёмте, пойдёмте на улицу. Уговаривал нас. Но мы не пошли, решили, что лучше утром. Пошли сейчас мы в магазин, надо хлеб купить. И всегда, вы знаете, думаю, может быть, стоит вообще купить хлебопечку? Вот если вы пользуетесь, напишите, пожалуйста. Я очень давно уже об этом думаю, муж уже выбирал. Потом я его остановила. Может быть, не надо. Вот летом тоже без конца какая-то работа, надо в магазин идти. И вот сегодня тоже снег выпал, грязь такая. Пришлось идти за хлебом. Хотелось бы от вас услышать мнение. Мне кажется, что это полезная вещь в своём хозяйстве. Тем более ты хотела давно. Ну, конечно, это не незаменимая вещь. Без неё прожить легко можно. Но она, мне кажется, упростит некоторые аспекты жизни. То есть не надо будет там тратить время, чтобы им находить в магазин. Ну, вот с кем-то разговаривала, кто-то пользуется. Кто-то говорит, купил, стоит. Поэтому вот мне это всё останавливает. Это что же деньги? Это кто же не просто там пошёл за тысячу рублей, купил и всё. Ну, посоветуйте, какую модель, если вы какими-то пользуетесь, у вас положительный опыт, посоветуйте нам какие-нибудь хлебопечки. В общем, сейчас родители думают, стоит ли или не стоит покупать её. Дети сразу уже с дянками. Видишь, какая грязь? Вот как же ты такой грязи идти? Ну, только по этой дороге грязь. Пойдётся, по этой улице идти. Тут всё в воде. Хотели по этой улице пройтись. Мы пойдём. Ладно, идём здесь. Ещё хотим купить газовый новый, потому что наш что-то стал врать. Утром посмотрели, у нас ноль, да, показывали? Да, было ноль, папа сказал, что у него в машине минус три. В интернет зашли, написано минус один. То есть где-то он где-то в два градуса ошибается. И вот мы хотим понять, всё-таки это дело в градуснике, или дело просто, что это разные агрегаты, и каждый из них показывает по-своему. Вообще у нас в посёлке есть все магазины. Кто-то спрашивал, а зачем ездить в соседний посёлок за продуктами? У нас здесь есть девять магазинов разных. Но мы привыкли покупать там пятёрочки, вот, какие-то определённые товары, поэтому мы ездим, покупаем туда. Но, конечно, что-то по мелочи мы и здесь покупаем. А сейчас идём вот в этот стройхозмаг, там посмотрим термометр. Обычный. Какой же дома, да? Это комнатный. Ну, такой вот обычный, купим всё. Тридцать рублей? Да, купим его, конечно. Я давно уже хочу. Нет, знаешь, что я думала? Думала, что он как-то крепится, а он же на липучке тоже несерьёзный. Да, липучку? Несерьёзный. На стекло. На стекле у нас есть, мы думали, именно на улице, да? Или как? Ну, да, я не хотела на стекло, я хотела где-то, чтобы его было. Нет, только так. А он не будет крепиться так. Да, да, это... Здесь только просверлить отверстия и на саморезы. Да, только если так. А я хочу вот, надо заняться на днях, все кастрюли, да, ложки, чашки, все эти. Я обычно это всё складываю в большую кастрюлю, кипячу. Ну, что-то как-то, я думаю, может... Ну, я покупала просто средство, мне оно понравилось, но оно уже заканчивается. Нет, такого нету. Ещё мы параллельно гуляем и фотографии делаем нашего посёлка. Взяли с собой фотоаппарат. Нас тут собачка преследует местная. Практически от самой улицы нашей. Всё от нас не отходит, хвостиком ходит. Термометр мы купили, надо будет подумать, куда повесить. Как раз-таки, может, вы сами нам сможете посоветовать, куда лучше повешать этот термометр, чтобы он уж точно не давал какие-то ложные нам цифры погоды. Идём по улице, а петухи кричат у кого-то в огородах. Вот что значит настоящая сельская местность, деревня. Когда идёшь, и петухи горластые кричат. Только машин, да, всё, смотри, всё продукты привозят разные. Лагерь, может, мороженое купим? Мы посмотрим. Значит, бабушка любит мороженое, она нас часто заказывает. Ну, подумаю, можно купить. На обратном пути домой пойдём и уже и купим мороженое здесь в этом магазинчике. Кто вот говорит, что у нас в посёлке людей вообще нет. Вот выходной день, так посмотрите, сколько и людей, и машин. Все куда-то идут, едут. А в рабочие дни, конечно, никого нет, потому что все разъезжаются в другие посёлки по работам. Или просто дети в школе, в садиках. И понятное дело, что на неделю особо никто это и не бегает. А сейчас вот все выплыли на улицу. Посмотрим, может быть, ещё и ярмарка не размехалась. Ну, конечно, да пораньше приходить. Погода хорошая, надо гулять. Появились, посмотри. Урны поставили. Не было же у нас их. Точно. Урны поставили. Вот новшества. Дождались. Не, ярмарка уже всё, уехала. Ну, у нас и не было цели, собственно, на ярмарку идти. Новая площадка около ДК появилась. А то старая совсем была, плохенькая. Видите, как здесь сразу стало. ДК всё ещё украшен новогодними украшениями. С новым 1022 годом. Здесь же можно у нас снять денежки. Есть банкомат. Вот, в этом магазине мы обычно всё и покупаем. Здесь сейчас зайдём, хлеб купим. Мама ещё сказала, хочет взять пряники, ты хотела, и сыр. Пойдём. Да, ещё хлеб хотела. Здравствуйте. Пойдём. А, вот вижу. Всё, я думала, какая-то косточка. Ну-ка, покажите, я посмотрю поближе. А творожные есть пряники? Это какие-то другие. Взяли ещё хлеб, мороженое и выбираем ещё сыр. И ещё забыла сказать, взяли рульку. Рульку, да, взяла? Такие у нас покупки сегодня. Так как у нас так всё получилось, в посёлке Сино мне очень хорошо, а мы там все годы, сколько здесь живём, покупали мясо в этом магазине. Нам мясо очень нравилось. Вот когда варишь, и аромат такой вкусный, всё так это хорошо. И сегодня мы зашли в магазин у нас в посёлке и решили купить для пробы. Посмотрим. Сказали, что привозят раз в неделю. Откуда? С Каневского мясокомбината. Посмотрим. Понравится, будем покупать у нас. Может, на самом деле стоит всё у нас покупать. И не ездить в Сино, и там как бы время не тратится. И время, и бензин, вот это всё лишнее. Ну-ка, всё. Субтитры подогнал «Симон»